Я считаю, что человек, в принципе, должен выбирать это сам. Возможно, по советам родителей, по рассказам каким-то, но в обязательном порядке этого быть не должно. Я тоже училась в православной гимназии, и у нас была основа православной культуры, мне это очень нравилось. А потом я перешла в старших классах, в медицинский класс, в обычной школе. Неуместные шутки всегда были немножко, ну, оскорбительными в мой адрес, и поэтому я хотела бы... Я пишу «девушка в белом буддистка». Не, тут как бы она может быть атеисткой, кстати. Чтобы всё-таки был какой-то предмет, который бы... Как и вот эта девушка. Но вот это может быть вера, ну, это, скорее всего, верующая. Объяснял, какие у верующих чувства, почему они верят, и вообще зачем это им нужно. А потом они сами должны сделать выбор, принимают они или нет, потому что невольник, небогомольник. Но дать им какие-то знания, мне кажется, это было бы логично. Итак, вы услышали мнение друг друга. Предположите, кто выдаёт тебя за верующего? Катя, это ты. Во-первых, я не вижу у Кати Крестика. Ну, потому что я только прилетела, на море купалась. Потеряла? Нет, я не потеряла, я сняла, просто не надеяла ещё. Ну, как бы я не считаю, что это... Обязательно. Обязательно, да. Это не обязательно, но я знаю, что здесь два человека, которые скрывают то, что... Ну, хорошо, я тебя услышала. Просто не забит. Окей. Ну, Влад, да, я всё по-прежнему. Пожалуйста. Вот, какие-то очень короткие, сухие ответы. И я не хочу сказать, что это говорит о сухости души, это говорит о сухости знаний, как мне кажется. Вот. Извини, Катя. Пожалуйста. У тебя голос. Меня с детства всегда воспитывали, что православный человек носит в себя шеи креста. Нет, давайте мы будем разделять. Всё, не надела крест, значит, аметистка. Короче, они сейчас ещё одну верующую сольют. Что такое верующий и что такое, как бы, религиозный, полностью, как, я не знаю. Полностью согласен. Мне кажется, это разные вещи немного. Но ты читаешь молитвы на ночь? Нет, не читаю. Вот ли он не читает молитвы на ночь? Нет, я передъеду не читаю. Я посещаю храмы, и то не каждые выходные. О, ну вот. И почему? Давайте говорить тогда, что... Крестик — это основа. Да. Прости, Ват, но мне тоже кажется, что это ты, как-то очень яро выступил против. Я не выступал против. Передеги в школе, ну, как-то ты очень напрыгнул на это. Я не выступал против, я выступал. Ведьма, ведьма, сжечь. За то, чтобы каждый выбирал. Катя? Да, ты тоже считаешь, что это я? Да, я голосую против. Мне почему-то кажется, что это Катя, потому что... Ну, просто ещё я Влада видела цепочку, не знаю, может, он её специально надел. Но почему-то мне кажется, что это Катя. А можно Влад себе вопрос задать? Ты читал Евангелие? Нет. Не читал. Тогда за тебя. А у православного должны быть какие-то обязательные знания, какие-то специальные... Я не знаю, почему ты подписываешься, как бы называй себя православным. Вы просто много, знаете, рассказываете. Тут кто-то учится в религиозных школах, да, вот лицеях. Ну, какие-то, знаете, у вас истории, интересные названия. Православный, но не читал Евангелие. Не, ну, в принципе, обычный православный. Почему нет? Честно, я не знаю вообще многих названий, которые вы говорите, но это не мешает мне верить, верить в Бога, и знать, что он мне помогает, и благодарить его за это. Ребята, простите, как бы я верующий, и крестик у меня в кармане лежит. Хорошей игре. Ищите мафию. Счастливо. Ну, атеистическая мафия побеждает, видите. Чем вера помогает вам? Анна, начнем с вас. Когда я молюсь, мне кажется, что я... Блин, это очень лично. Я остановлюсь на... Она атеистка, может быть. Шаг ближе к утерянному человеку. Я чувствую, что мой самый близкий человек со мной рядом. Мне вера помогает, как и многим людям, сдерживаться во многих... Он верующий. В таких ситуациях, как раздражение, гнев. Ну, в общем, проще говоря, сдерживать свои страсти. Для меня самое главное именно в вере. Это когда у меня просто на месте душа. Мне вера помогает, не знаю, можно, если так сказать, в стремлении, наверное, к любви и... Она верующая. Какой-то чистотеп. И это какая-то моя большая цель, чтобы научиться любить. И мне кажется... Всех-все? Да. Я полностью согласна с ильей. Очень сложно... Вот эта девушка 50 на 50. ...баровать и держать себя в рамках. Иногда тебя даже начинает раздражать, потому что гордыня никуда не девается. Почему я должна о своих грехах рассказывать, там, в раме, почему я должна себя постоянно ограничивать. При этом и нужен пост, чтобы как-то держать себя в рамках и при этом духовно обогащаться. Поэтому не представляю свою жизнь без веры. Молитва и вера помогают... Ну, вот этот чувак, скорее всего, атеист. Тебе... Душе... Духовно, да. Ты, например, тебя можешь помолиться, да, и прийти в состояние такой экзальтации, да, вдохновения, выдохновения. Вера не должна исходить от корыстного эгоизма и любви к себе, и желание, там, как-то себе в чем-то помочь, подсобить. Вера должна исходить из бескорыстной просто любви к Богу. Можете выдвигать кандидатов. Очень сложно, на самом деле, сказать. Но я бы подумала, может быть, в сторону Кати, потому что последнее вот объяснение, именно вот сейчас, на этом раунде, было про любовь ко всему. Искренний такой чистый путь, но... Но мне как-то он немножко чужд. Поэтому... Самая главная заповедь, которую Бог дал, да любите друг друга. Да, но не все и вся. Ну, мне тогда придется проголосовать против тебя, Катя. Не в счет этого вопроса, а в счет прошлых. По поводу храма, крисика и этого всего. Извините, Катя. Ну, мне кажется, что это Леон. Просто потому что я почти уверена в этом. Ну, у тебя в прошлом раунде тоже голосовало за Катю. Считаешь, что это Катя? Я не сомневаюсь вот насчет вас двоих, что у меня сомневаюсь насчет Кати и, соответственно, методом исключения. Чтобы не обидеть Катю, вступлю как джентльмен и... Прости. Считаешь? Время голосования. Мария. Леон. Екатерина. Вы снова ошиблись. Мне очень жаль. Я же говорил, что она верующая. А вы мне не верили. Я считаю, что вера, она здесь. И если я хочу носить крестик и считаю, что это мой оберег, я его буду носить. Если я так не считаю, я его не буду носить. Крестик мой оберег. Так она еще и язычница, видите? Все, все. Как бы верующего человека выгнали. Считаете ли вы справедливым закон об оскорблении чувств верующих? Не, я, конечно, очень удивлюсь, если чувак в синем окажется атеистом. Но, скорее всего, атеисты это вот чувак в клетчатой рубашке, который Леон, и девочка в белом. Ну, либо вторая девочка. Но вот Леон это точно атеист. Никого вообще из людей не надо оскорблять вот просто из-за того, что он такой вот человек, и все. Поэтому мне придется сказать, что он, наверное, имеет место быть, но наказание, наказание за него путем заточения человека за решетку... Ну, короче, это Верун. Это полный бред. То, что вот там вырываются в квартиры, по-моему, за эти, которые мемы антирелигиозные были, это, конечно, ну... Ну, скажу, что этот закон появился не просто так, потому что, видимо, есть такие люди, которые прям очень сильно настроены против верующих, поэтому, наверное, и появился. Но вот я согласна с Ильёй, что я не считаю, что нужно этих людей сажать в тюрьму, там, за мемы или за какие-то шутки, потому что тогда бы просто половина... Пишет, если в синем это атеист, то это в Оскар. Ну, он фенотипически даже не похож на атеиста, ну, в моем понимании, как бы. Хотя, с другой стороны, Максим Доша – атеист. Это очень странная хуйня. Нашего населения было бы в тюрьме, но это хотя бы не по-христиански тогда уже. Я считаю, что истинно верующий православный человек никогда не обидится на какое-либо оскорбление в его адресе. Репрессивный закон, просто противоречащий даже самой Библии. Можно в чем угодно обвинить человека и формально завязать все вот на этой статье. Да, Бог по ругам не бывает. Это же такой способ неугодных людей, в общем, сажать, лишить свободу. Это ужасно. Да, действительно. Ну, я, кстати, смог бы закосить подверуна, если, допустим, общаться с людьми, которые меня не знают. В случайных писаниях говорится о... Вот эта девушка может быть атеисткой. Как бы свое, в принципе, отношение к врагу. Но не обращать внимания, что такое не оскорбляться? Не оскорбляться – это не обращать внимания. По сути, бездействие. Это смирение. Я полностью согласна с Ильей, что оскорблять не следует вообще никого. Я бы действительно штраф... Ну, не то чтобы прям штрафовала бы, но действительно ввела бы какую-то меру наказания за оскорбление чувств вообще любых людей на планете, потому что... Пишет Рудой Атеист. Не, ну Рудой в Диамат верит, как бы. Там все еще более забавно, чем у верующих в Иисуса. Ну, я считаю в своей, как бы, системе ценностей, что это грех. Смирение в данной ситуации – это, с одной стороны, действительно для кого-то может, это и будет путь к истине, но, с другой стороны, это, опять же, смирение и бездействие. Я против этого. Вы ответили на вопрос. Теперь предложите кандидатов на вылет. Я даже... Я не могу предположить. Я, наверное, воздержусь от голосования. Тоже очень сложно. Я вообще не думала, что будет атеиста хорошо скрываться. Наверное, это из-за того, что все-таки у нас сейчас образованные достаточно люди и все-таки истории мечтают. Мне кажется, что это Леон. И мой голос он за тебя, Маша. Я не знаю, на самом деле. И я, мне кажется, настолько убедительным ответы, но, наверное, все-таки в пользу Маши. То есть против Маши. Сейчас выяснится, что Маша верующая. Мария. Леон. Мария, покажите свою карточку. Вы ошиблись. А это значит, в сегодняшней игре верующим победить не удалось. Мария, как вы думаете, кто обманщик? Леон и Аня. Вы правы. Это Леон и Аня. Это, ребята, это... Они первыми потянулись за карточками. Ну, что, тебя это вообще нежданчик. Я до последнего думал, что ты... Я думал, ты со мной в команде. Так получилось, что я действительно училась в католической школе. Ну, когда действительно такая немного душесчепательная история произошла, действительно, ну, тогда я отреклась от веры. Аметисты опять победили. Я поняла, что для себя я решила, что в моем, как бы, представлении мира Бога не существует, потому что... Он не мог такое допустить. Он не мог такое допустить. Это правда. Потому что мой папа был невероятно умным человеком. Он был очень почитаемым. И для того, чтобы себя поддержать каждый день, я не молюсь, я читаю теорию перевода. Докин зачитаешь. Еще я медик, ветеринар, и, действительно, я близка к науке, и для себя я нахожу в ней ответы, которые противопоставляют наличию высшей силы. По поводу того, что вот Бог не мог допустить, это, на самом деле, да, очень такой... Дальше, пятидесятый момент и очень такой личный. Меня крестили в очень православном городке. До 2010 года мы все были безумеверующими. Считаю, что человек в силу ограниченности своих возможностей способен познать нечто трансцендентное, даже если оно где-то там и существует в каких-то других измерениях. Вот. Я не... Охуенно, атеист оказался агностиком. Атеист, я скорее агностик. Мне было очень интересно общаться. Спасибо. Сегодня благодаря вам мы убедились, что вера это деликатный и личный вопрос. Каждый вправе выбрать сам, какой религии... Аметисты опять победили верунов. Еее. Победа. Еще одна победа атеизма. Ему придерживаться или не придерживаться ее вовсе? Спасибо за игру. Ну я бы очень удивился, если бы чувак в синем оказался атеистом. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ